К другим новостям. Рейд по несанкционированным местам торговли провели полицейские и сектор торговли администрации Ленинского района. Объектом внимания стала территория, прилегающая к колхозному рынку. В центре событий оказалась и наша съемочная группа. Удобное месторасположение, натуральный продукт и никакой арендной платы. Вот три основных условия, из-за которых люди выходят торговать на улицу. Этим предпринимателям не страшен ни дождь, ни камеры, ни наряды полицейских. Из-за дня в день они выходят на тротуар Чебоксар и ведут свой маленький, но незаконный бизнес. Да и Чиза, скажите, пожалуйста, было бы место, пошла бы куда, где бы брали нормальные деньги-то с нас. Конечно, ушла бы. У недобросовестных предпринимателей есть и бизнес-партнеры, которые на протяжении многих лет доверяют только их продукции. А на рынке, вы посмотрите, там же торгуют, в принципе, перепродажа сплошная. Я не вижу смысла даже покупать на рынке. Идиллию уличной торговли нарушили полицейские, которые в очередной раз встали на защиту закона и попытались очистить улицы города. Ежедневно приходим, делаем рейды. Вы же не первый раз приходите. Вы постоянно здесь торгуются. Если бы вы знали, что первый раз, то бы ни за что сюда не пришли. Конечно, на рынке у нас есть специально отведенные места. Жители города не остались в стороне от происходящего и разделились на тех, кто за и кто против. Выделить какой-то ряд именно для деревенских, а не для перекупщиков. И пусть торгуют, берут за место. Они говорят, мы согласны, только дайся, говорят, на место. Они топтят газоны, во-первых. А во-вторых, все ящики туда несут. И там туалет ходит, оправляются все как один. И рядом детский сад. Дороги пройдемте, как я хочу. Ну, сняли, сняли же уже. Чего интересует? Как будто мы вырывали. Еще один стихийный мини-рынок обосновался на остановке общественного транспорта. Здесь и места больше, и условия более комфортные. О проходимости и думать не надо. Хочем я поеду? Поедете? Хочем мне надо? Протоколку выписали? Хочем? Подождите, подождите. Что вы деретесь со мной, я не пойму? Я не дерусь-ка. Деритесь, так, спокойно, стойте. В 2012 году администрации Ленинского района Чебоксар за торговлю в запрещенных местах было оформлено 450 документов и наложено штрафов на 305 тысяч рублей. За шесть месяцев этого года количество протоколов достигло 400, а штрафов на 200 тысяч рублей. Но это не останавливает трудолюбивых сельхозпроизводителей. Еще один важный момент, о котором напоминают жителям города в администрации Ленинского района, это качество продукции нарушителей закона. Молоко, молочные кисломолочные продукты, творог, яйца не подвергаются санитарному анализу, не выдаются справки. Не устает обращаться Наталья Филиппова и к нарушителям закона. На территории Ленинского района для таких сельхозпроизводителей, продавцов, у нас существует семь мини-рынков. Эти места оборудованы навесами. Пожалуйста, приезжайте, торгуйте там бесплатно. Единственная просьба – убирать за собой. Вопрос несанкционированной торговли в администрации Чебоксар держит на постоянном контроле. Но методы воздействия оказываются малоэффективными. Миссия на сегодня оказалась невыполнима. Уже через 15 минут после рейда опустевшие места на тротуарах вновь обрели своих хозяев. Ольга Алексеева, Александр Петров, Республика.